Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новая история стран Европы и Америки». На прошлых лекциях мы с вами начали говорить о Франции в новое время, изучили вопрос, связанный с Великой Французской буржуазной революцией. И вот из шести лекционных вопросов, которых мы здесь видим в плане, мы дошли до вопроса директория и консульства. Поэтому наша сегодняшняя задача рассказать о периоде директории и консульства, наполеоновских войнах, первой империи, реставрации бурбонов и, наконец, о буржуазных революциях 1830 и 1848 годов во Франции и вопрос Наполеона III и II империи. Вот эти вопросы и являются главной, изучение этих вопросов является главной целью нашей сегодняшней лекции. Что касается литературы, то помимо общей основы литературы, истории Франции, Королеля, Манфреда, документов по истории Великой Французской революции, вот в списке дополнительной литературы здесь есть очень интересные монографии, связанные как раз с личностью Наполеона Бонапарта. Великолепная биография Наполеона Бонапарта, написанная Манфредом. Еще один выдающийся советский историк Торле тоже написал свою версию о биографии Наполеона Бонапарта. Кроме того, Мережковский, известный русский историк, написал работу о Наполеоне. И есть работа Ревякина, это статья в журнале «Новая история, 92-й год, номер 4-й. Французские династии. Бурбоны, Орляны, Бонапарты». А также есть такой сборник интересный. Ришелье, Оливер Кромвель, Наполеон I, князь Бисмарк, биографические почерки. Здесь тоже, видите, присутствует Наполеон Бонапарт. Итак, мы с вами говорим об истории Франции в новое время и подошли к событиям, связанным с режимами директории и консульства. Режим директории, напомню, пришел на смену якобинской диктатуре. А это был, так называемый, режим качели, который не устраивал очень многие слои французского населения. И был устроен переворот 1799 года, по которому в стране был введен режим консульства. Поначалу консулов было трое. Сиез, Рожедюко и Наполеон Бонапарт. И все документы, все законы выходили за подписьми трех равноправных консулов. Но именно Наполеон Бонапарт взял на себя функцию куратора создания новой конституции французской. Он понимал, что она будет переходной, поэтому членом конституционной комиссии сказал, что пишите коротко и неясно. А так появилась на среду самая короткая конституция в истории Франции. Но зато она была вынесена на всенародный референдум. И там в первом пункте было написано, что первым консулом Франции является Наполеон Бонапарт. Естественно, Бонапарт был гораздо известнее двух других консулов. И французские избиратели проголосовали за этот вариант конституции на референдуме. И, соответственно, Наполеон из одного из трех консулов стал первым консулом Франции. Затем по последующим плебисцитам, еще было проведено два референдума, он стал пожизненным первым консулом, а потом еще и наследственным первым консулом. То есть его титул уже очень мало отличался от императорского. Давайте посмотрим хронологию событий. Итак, у нас перед нами хронологическая таблица важнейших событий новой истории Франции. Мы говорим о событиях рубежа 18-19 веков. Итак, в 1799 году, в совершении директории установления режима консульства, о чем мы так что говорили, в декабре 1799 года по новой конституции Наполеон Бонапарт становится первым консулом Франции. А затем начинается период с 1800 по 1115 годы, который действительно как период наполеонских войн. Крупнейшие сражения этого периода это битва при Маренго, Трафальгарская знаменитая битва, битва у Аустерлица, в которой Наполеон разбил обведенную русско-австрийскую армию, битва у Ваграма и многие-многие другие. Вот смотрите, в 1802 году после плебисцита Наполеон Бонапарт становится пожизненным первым консулом Франции. И здесь начинается большая такая законотворческая работа Наполеона Бонапарта и его команды, куда он собрал блестящих французских ученых от физиков до философов. В 1804 году в марте был обнародован Гражданский кодекс, в 1807 году Уголовный, а в 1111 году Коммерческий. Так называемые кодексы Бонапарта, кодексы Наполеона еще называли их. И их созданием Наполеон гордился больше, чем своими победами примерно в 30 сражениях, в которых он одержал победы. И закономерным итогом эволюции режима консульства стало провозглашение Наполеона Бонапарта императором. В мае 1804 года Бонапарт произошел императором под именем Наполеона I. Он был коронавалом 2 декабря. Для этого специально в Париж привезли римского папу. Именно он и короновал Наполеона в качестве Наполеона I. При этом очень такой дуалистический какой-то характер был у Франции, своеобразный. На монетах того времени очень забавная надпись. Там написано «Французская республика, император Наполеон I». То есть несочетаемые вещи указаны в одном предложении. «Французская республика, император Наполеон I». И эти монеты с профилем Наполеона назывались «Наполеондоры». Они пришли на смену Луидорам, монетам с профилем Луи Людовика. И продолжаются наполеоновские войны. В 1807 году происходит вторжение наполеоновских войск в Португалии. А в 1808 году начинается оккупация Испании. Здесь на испанский престол Наполеон посадил одного из своих братьев старших. В Испании начинается антифранцузская партизанская борьба под названием «Герилья». И, наконец, главная ошибка Наполеона Бонапарта – это 24 июня 1912 года он вторгся в Россию. Надо сказать, что в 1807 году, здесь не указано в этой таблице, был подписан телезитский мир между Францией и Россией. Император Александр I и Наполеон I долгое время находились вместе, работая над этим договором. Говорят, даже подружились, были друг от друга очень хорошего мнения. Но так или иначе, надо сказать, что телезитский мир устанавливал фактически сферы влияния, разграничивал в Европе между двумя такими крупными державами, как Франция и Россия. И, тем не менее, не сумев победить Англию, не имея большого флота военного для захвата Британских островов, Наполеон решил предпринять экспедицию в Россию в 1912 году, рассчитывая, что Россия не сможет выдержать войны на два или даже на три фронта, поскольку еще в 1911, начале 1912 года Россия вела войну одновременно со Швецией на севере, из Турции на юге. Но вот как раз к лету 1912 года Россия обе эти войны закончила. Тем не менее, Наполеон собрал огромную колоссальную армию, более чем полмиллиона человек, это самая крупная армия, которая была в истории человечества, и вторгся в Россию. Ему противостояли три русские армии. Общая численность около 200 тысяч человек. И будущий победитель Наполеона, Михаил Иванович Кутузов, в этот момент находился в ссылке, и был из нее отозван императором Александром I, для того, чтобы возглавить русскую армию. Было несколько знаменитых сражений. Жесточайшая битва была за Смоленск, за Малый Рославец, и, наконец, 26 августа, по старому стилю, или 27 сентября, произошло знаменитое Бородинское сражение, битва у Бородино, после которой обе стороны заявили о своей победе. Это редкий случай очень в истории. Французы заявили о своей победе, потому что они затем продвинулись дальше и вышли к окраинам Москвы, а русские били о своей победе, потому что в битве у Бородино там погибло огромное количество французов. Это называется первая победа, когда несколько таких побед ведут к неизбежному поражению. То есть французы были измотаны, потеряли очень много сил, потеряли очень много боевых генералов, несколько десятков. И, так или иначе, 14 сентября 19-го года Наполеон вступил в Москву. Он надеялся, что после этого Россия капитулирует, но этого не случилось. Россия, наоборот, концентрированно собирала силы, войска. Москва начала гореть, начались пожары. Отряды фуражеров, которых Наполеон отправлял для пополнения продовольствия и корма для лошадей, не возвращались, как правило, уничтожены так называемой дубиной народной войны, то есть партизанским движением и кавалерией во главе с Денисом Давыдовым и так далее. И Наполеону пришлось, не дождавшись никакого мира, через 5 недель, 18 октября, отступить. Направленными ударами его убили на ту же дорогу, по которой он пришел, которая уже была разорена, где бы не было продовольствия. В ходе отступления Наполеону стало известно о мятеже республиканского генерала Клодома Суамале в Париже. Он бросил армию и бросился в Париж, чтобы не потерять и его. А без, да, вот видите, 5 декабря он вставляет армию, возвращается в Париж. И, соответственно, уже на обратном пути, выйдя на границу России, к реке Березине, Наполеонская армия терпит сокрушительнейшее поражение в момент переправы. Она была почти полностью уничтожена. И обратно, так сказать, через границу вышло около 20 тысяч, так сказать, только французских солдат офицеров. Тут остатки вот этой великой, огромной армии, которая совсем недавно вроде бы вторглась в Россию. Но к бедам Наполеона русская армия не остановилась на границе, а перешла ее и пошла дальше добивать Наполеона туда, в центр Европы. В 1613 году, 16-19 октября, в битве народов, так называемого Лейпцига, Наполеон Бонапарт терпит очередное поражение. В этом сражении решающего собирая русские войска. И в 1614 году, 31 марта, советные войска вступили в Париж. Наполеон сдался в плен и был отправлен в ссылку на остров Эльба. В 3 марта происходит реставрация бурбонов, то есть возвращение бурбонов на престол. Людовик XVIII становится королем Франции. Франция возвращается к границам до начала революционных войн. 1 марта 2015 года, Наполеон с тысячей бойцов сражается в Нью-Франции, движется на Париж. Людовик XVIII бежит и без выстрела Наполеон занимает Париж. И начинается так называемый 100 дней реставрация наполеонского режима, который завершается 18 июня поражением Наполеона Бонапарта в битве у Ватерлоу, где его разбили прусский генерал Блюхер и английский генерал Вилетон. В конце концов, Наполеон сдается в плен Англии. Его сослали на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где он и скончался в 1821 году, не дожив до 52 лет. А вот дальше, если посмотреть хронологию событий, умирает Людовик в 1824 году, написал ступо этого брата Карл X. Он проводит очень неудачную политику, им были недовольны буквально все. В июле 1830 года вспыхивает революция очередная, но это династическая революция, она не связана со сменой, политического строя, просто меняется династия. С 7 августа королем становится Луи Филипп Орлянский, человек нового поколения, король буржуа, как его называли, владелец недвижимости, фабрик, заводов и так далее. А дальше, опять же, этот режим тоже просуществовал не так давно, в 1648 году вспыхивает целый ряд революций в европейских странах, в том числе во Франции. В ходе очередной революции 24 февраля 1848 года Луи Филипп Орлянский отрекается от престола и эмигрирует. Временное правительство проглашает Францию Второй Республикой, это Вторая Республика во Франции, а 10 декабря 1848 года проводятся президентские выборы, на которых побеждает Луи Наполеон Бонапарт. Это племянник Наполеона Бонапарта и он через буквально три года производит государственный переворот, отменяет во Франции республику и еще ровно через год в годовщину этих событий он был проходим императором Франции под именем Наполеона Третьего. То есть во Франции был установлен опять Бонапартский режим, Наполеон Третьей был у власти с середины XIX века до Франко-Прусской войны 1870-1871 годов, но об этом разговор уже в теме Франко-Прусская война и образования Германской империи. Итак, несколько контрольных вопросов. Первый, да, когда Наполеон стал первым консулом? Второй вопрос. Что такое кодексы Наполеона? Что означает термин «герилья»? Это третий вопрос. Какое сражение в ходе Наполеонских войн называли «битвой народов»? Это у нас четвертый вопрос. И, наконец, что вы знаете о 100 днях реставрации наполеонского режима? Какой битвой закончились 100 дней реставрации наполеонского режима? А на этом все. Благодарю за внимание.